Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами поговорим про кожу, про уход за кожей и как избежать вот этого вот всего. Ситуация достаточно простая, но одновременно непростая, поэтому в этом видео я расскажу вам про особенности ухода за кожей, что, в общем-то, мы с вами делаем так, а что мы делаем с вами не так, и покажу вам мою косметику, которую я использую вообще, в принципе, для ухода за собой. Я использую в основном только корейскую косметику уже несколько лет. И вообще в это время я планировала быть в Корее, но я сижу здесь, поэтому, знаете, если я не лечу в Корее, то Корея летит ко мне. Предлагаю сейчас все это взять и распаковать, и посмотреть, что внутри, потому что коробки настолько полные, что даже до конца не закрываются, там очень много всего. Ну, как-то так, да, здесь супер-мега много всего. Сейчас я буду показывать вам мой уход за собой, а также расскажу вам про ошибки, которые иногда люди допускают, из-за которых в коже начинаются проблемы. На самом деле, я просто мега счастлива, что в какой-то момент я открыла для себя корейскую косметику несколько лет назад, и это просто разделило всю мою кожную жизнь до и после. Сейчас я покажу вам, что я заказала, и заодно расскажу, и покажу, как я все это применяю. Надеваю повязку. Кстати, ее я тоже заказала. Посмотрите, какая она милая. Я, правда, не могу понять, кто это. Это медведь или кот? Кто это? Или что это вообще? Или это вообще заяц? Ну что это? Если что, это не снег под глазом, это тушь, которую я плохо удалила. Именно для этого используется эта. Начнем вот с этого вот средства. Это, кстати говоря, очень удобная форма выпуска. Знаете, что находится внутри? Внутри находится специальная пенка для умывания. И пока я буду умываться, расскажу вам. Ребят, очень важно умываться как вечером, так и утром. Каждый раз, когда мы с вами смываем макияж, мы обязательно в конце, в качестве завершающего этапа, должны нашу кожу умыть. И вот такая форма выпуска мне очень нравится тем, что просто максимально комфортно. Ты сразу понимаешь, какая доза у тебя рассчитана, тебе очень удобно, ты наносишь эту пудру, пенку и смываешь. Утром, конечно же, я тоже всегда использую пенку для умывания, потому что если мы на ночь наносим какие-то средства, мы должны утром их смыть в обязательном порядке. Поэтому всегда с самого утра я начинаю вот именно с такого формата. Дальше у меня есть тонер. И тонер это очень важная вещь, так как она помогает нам сохранить влагу после умывания. Каждый раз, когда мы умываемся, это все равно приводит к тому, что кожа начинает быть немного сухой, стянутой. То есть, если мы никаким образом это не закрепляем, то ничего хорошего. Мой уход это всегда сразу после умывания нанесение тонера. И в данном случае я использую тонер с гиалуроновой кислотой. После того, как я нанесла тонер, я его вбила в кожу и дождалась того момента, когда он высохнет. Я в обязательном порядке наношу эмульсию, эссенцию, что-нибудь из этой категории. Сегодня у меня будет вот такая вот эссенция, тоже с гиалуроновой кислотой, кстати, из той же самой коллекции. Еще такой момент. Я действительно экспериментировала с разными форматами достаточно долго. И я пришла к выводу, что когда ты используешь средства из одной линии, это всегда гораздо лучше сказывается на коже, чем когда ты собираешь разные какие-то другие средства. Где-то слышала такую теорию, что, в принципе, не обязательно подбирать косметику от одного бренда, чтобы хорошо заходило. И можно выбрать здесь, тут, здесь, тут, здесь, там. Но я реально экспериментировала с этим. Я пробовала. И мне все-таки показалось, что нет. Когда собираешь комплект из одного и того же бренда, из одной и той же серии, то это всегда работает гораздо лучше. Если вы тоже пробовали разные варианты, обязательно напишите, как вам кажется лучше. Очень часто бывает, что когда ты используешь косметику ни от одного бренда, даже если это очень хорошая косметика, может случиться такое, что начинается аллергия. Причем внезапно на те средства, которыми ты всегда пользовалась, и все было норм. Но тут за счет того, что, видимо, слишком много разных составов, разных компонентов, и не всегда один с другим хорошо сочетается. Я не знаю, как это работает, честно. Но может случиться аллергия. Что ж, после того, как наше следующее средство впиталось, я использую самый обычный крем. И крем это очень важная, на самом деле, вещь. Я в обязательном порядке использую не только на лицо, но также на шею в последнее время на руки. Да, я в последнее время реально тем крем, который я использую для лица, я пользуюсь по всему, можно сказать, телу, и мне очень нравится. Такой способ мне подсказала подруга, и она сказала, что у нее мама очень сильно от этого негодует, потому что ей кажется это странным. Но она сказала, что это реально очень круто, очень удобно, и ей прям нравится эффект, который получается. Поэтому теперь я тоже так делаю. И, соответственно, крем мой выглядит вот так вот. Это та же самая серия с гиалуроновой кислотой. Кстати, есть ошибка, которую люди допускают, когда наносят крем, и вам лучше ее знать. Больше это не всегда хорошо. Всего должно быть в меру, и если вы, например, хотите очень сильно глубоко увлажнить вашу кожу и считаете, что если вы нанесете целую кучу крема на лицо, так будет лучше, то, к сожалению, так это не работает. Это работает только в том случае, когда эффект накапливается, когда вы постоянно ухаживаете за своей кожей, и тогда, да, вы будете видеть ощутимый результат. Не бывает такого, что ты нанесла полпилограмма себе крема на лицо и рассчитываешь, что вот к следующему труду ты проснешься, или вот сейчас ты обмажешься, и будешь такая прям королева. Не, ну это не работает так. И также супер-мега важный момент, это ошибка, от которой реально могут появиться прыщи. Крем можно наносить только на очищенную кожу. Ну, то есть, вы можете, конечно, нанести на грязную, но толку не будет никакого, потому что грязь перемешается с вашим кремом, и это может спровоцировать очень много воспалений и всякой ненужной нам фигни. На всякий случай, многоступенчатый уход не противоречит тому, что ваша кожа изначально была очищена. Носить крем на тонер, тоник, вот это вот все, это, о, носить крем просто на лицо, которое только что проснулось, плохо. Кстати говоря, пока мы говорим про крем, я хочу вам показать еще один крем, который у меня есть, но это скорее не столько крем, сколько крем-маска. Это для ночного ухода, опять из этой же самой серии. Я уверена в том, что вы неоднократно видели, когда используешь ночной крем или ночную маску, такую информацию, что наносите его перед сном. Вот, здесь очень важный момент. Не наносите крем или маску прям реально непосредственно перед самим сном, потому что даже когда мы используем ночной крем, обязательно нужно выжать как минимум 20, а лучше целых 40 минут, чтобы крем успел подвпитаться, а маска тоже успела подвпитаться, потому что если это не происходит, мы ложимся на подушку, и все просто размазывается по подушке, никакого эффекта нет, а может только хуже даже стать. Кстати, к дневному крему тоже очень важная ошибка, это также относится. Нельзя просто взять обмазаться кремом и сразу выйти на улицу. Дождитесь хотя бы минут 20, чтобы крем впитался, потому что в противном случае у вас просто вся вот пыль, которая находится на улице, она налепится на вам на лицо за счет того, что вы выйдете с влажной кожей, и как бы вместе с кремом вы еще получите впитывание, пыли и прочей фигни. Вот. Также у меня есть еще вот такой вот крем, я купила себе несколько разных вариантов. Этот крем у меня более стандартный формулы выпуска, то есть он выглядит вот так вот, я думаю, вы понимаете, самая обычная базовая версия крема. И второй крем, который я взяла, это та же самая линейка, но уже немного с другим составом, он гелевый. Каждый подбирает ту текстуру, которая ему приятнее, а так как это посылка из Кореи, то, соответственно, я взяла сразу все, потому что могу. То есть вот гелевый крем. Он выглядит примерно точно так же, но когда вы его наносите, он растекается сразу, видите, в такую вот прозрачную жидкость и впитывается практически моментально. Это прям очень хороший такой дневной увлажняющий крем, когда нужно его нанести, и чтобы он быстро впитался, потом сделал себе макияж и сразу вылететь на улицу. Также, помимо всего прочего, у меня здесь еще была вот такая вот шапочка и были ватные пэтсы, ну, короче, вот такие вот ватные штуки. Еще я взяла себе тканевую маску, и, ребят, в воду тканевых масок тоже мне есть что сказать, это очень важный момент, пожалуйста, его запомните. Вещь, которую я раньше делала очень много раз, потом прекратила. Прекратила только потому, что я стала блогером, мне стали прислать много масок, и у меня больше не было необходимости делать то, что я делала до этого. Но недавно я встречалась с подругой, которой в буквальном смысле зацвело лицо, и зацвело оно не розами и не лепестками, а прыщами, менее приятное зрелище, как вы понимаете. Я у нее стала спрашивать, а что я сделала со своим лицом, почему так произошло, что оно у тебя все зацвело. Она сказала, что ничего в ее жизни не изменилось, но она, типа, купила маску, и вот маска какая-то странная оказалась. Я подумала, что от одного применения маски ничего не может своим лицом случиться, потому что это просто, ну, нереальная история, честно, если только не возникает какая-то аллергическая реакция. И потом что-то в ходе разговора она мне сказала, что вот первый раз, когда она использовала эту маску, было норм, а второй раз уже было не норм. И я такая, типа, стоп, что? И оказалось, что она использует одну и ту же маску, то есть она достает маску, например, да, и используется несколько раз на своем лице, от чего, как бы, ничего хорошего не происходит. Раньше я тоже это делала, у меня тоже были прыщи высыпания, я не понимала их природу, но теперь я это связываю, возможно, с тем, что я использовала маску одну и ту же, то есть после применения, несколько раз. Ну, типа, ты просто достаешь маску, там иногда бывает так много пропитки, и ты походила с маской 20 минут, и думаешь, ну, блин, а зачем мне, типа, покупать новую маску, тратить новую маску, если могу обратно положить вот эту тканевую штуку туда, она снова пропитается, и завтра я снова буду этим пользоваться. Ребята, ни в коем случае этого не делайте, я потом читала много информации, и смысл заключается в том, что когда ты наносишь маску на лицо, помимо того, что твоя кожа впитывает всякие полезные штуки, которые есть на маске, так она еще вместе с этим отдает неполезное накопление, там, не знаю, жира, да, какого-то там, или пыли, которая на твоем лице остается, в общем, все то, что есть на твоем лице, попадает на маску, и у них получается своеобразный обмен, бартер, и таким образом ты просто засовываешь грязную маску вот сюда, и тут еще во влажной среде она дополнительно обрастает всякими микробами и прочим отстоем, и получается, что ты второй раз, когда используешь одну и ту же маску, делаешь микробную маску, поэтому, если вы так делали, не делайте так, ничего хорошего. И вторая ошибка про маску, это ходить с ней больше, чем написано на самой масочке, если на масочке написано, мы ходим с ней 10-20 минут, мы ходим с ней 10-20 минут, ходить с ней 30 минут не надо. Тут смысл в том, что обычно любая маска пропитана специальным составом, и этот состав, он работает только когда маска, соответственно, влажная, как только она начинает высыхать, она уже является вредной для лица, потому что высасывает лишнюю влагу из кожи, и получается, что мы делаем себя только хуже, поэтому лучшего эффекта от того, что долго носишь маску нет, лучше не надо так. У меня вчера была очень крутая съемка, и вот как раз пока я сейчас с маской сижу, у меня есть 20 минут для того, чтобы подобрать все это, но давайте я покажу вам для начала спойлер, вы просто офигеете, что мы там наснимали. Смотрите, смотрите, это я, это типа я, вы понимаете, что это я? Что это такое? Что здесь вообще происходит? Что это за съемка такая? Если вдруг забыли, как выглядит мое лицо, оно все еще выглядит так. И, конечно же, куда же я без этого? Ну, это просто классическая версия моей нежной любви, это солнечный крем, крем от Уф-Ф лучей. Самая важная вещь в моем вообще мире, обожаю, практикую, люблю, SPF 50+, на море, не на море, в городе, зимой, летом, не важно, когда, всегда использую, всегда счастливо, вот, так что SPF крем это очень важно. Солнцезащитный крем, кстати, многие очень боятся использовать, потому что они считают, что если они его нанесут, он просто не питается. Я не знаю, честно, откуда такая информация пошла, возможно, кто-то когда-то в детстве был на море, ему нанесли какой-то вот этот вот белый крем с пляжа, который там везде продается, какой-то непонятный. И, конечно, этот крем оставался такой жирной белой фигней, которая никуда не проходила, даже после того, как ты купаешься в море. Но сейчас солнцезащитные крема, это совершенно не то. Есть пляжные, а есть для повседневной носки, и для повседневной носки впитываются также моментально, как любой другой крем, который вы наносите до этого. Поэтому перед тем, как наносить макияж, но после того, как ты ухаживала за своей кожей, солнцезащитный крем, это просто юнит. Собственно, как-то так выглядит мой уход за кожей. Теперь я просто делаю очень легкий макияж на все это, и я полностью готова выходить. Если ваша кожа хорошо выглядит, если она напитана и она здорова, даже наличие какого-то вот такого вот недоразумения, оно не сильно мешает. А если вдруг мешает, то есть что? Волшебный консилер! Консилер! И ба-бам! Я заказываю косметику из Кореи, напрямую из Кореи, потому что это получается всегда гораздо более дешево и очень-очень удобно. Плюс всегда кладут целую кучу всевозможных подарков, об этом я уже неоднократно рассказывала, когда вы заказываете кого-то корейского сайта. Поэтому, если вы хотите попробовать ту же косметику, которую я постоянно использую, я оставлю вам ссылку в описании. Обязательно зайдите и сохраните себе эту ссылку, потому что на самом деле соотношение цена-качество, оно нереальное. Да и когда я в том году была в Корее, мы реально скупали от этого магазина целую кучу всего, и мы были максимально счастливы. Собственно, вот такой макияж у меня получился, но на самом деле назвать-то макияжем просто язык не поворачивается, потому что на нем нет ничего, я даже ресницы не красила, я сделала брови, я немного добавила румяны, я сделала гигиеничку, гигиеничку оранжевую, обычную самовазовую. И мне кажется, за счет того, что кожа очень хорошо напитана, очень хорошо увлажнена, она буквально сияет и выглядит так, как будто, ну, просто все красиво. Поэтому как-то так, уход за лицом очень важен.